Уважаемые друзья! Здравствуйте! Добрый фирмен Леди Саша приветствует вас на своем канале. Сегодня бы я хотел с вами поделиться той информацией по поводу системы паения. Система паения у нас нипельная. Непосредственно она состоит из труб, она состоит из паилок, она состоит из нипельков. Подробнее я буду вам показывать в процессе видео. И покажу как это все происходит, какая система паения у нас. Птицу мы пересаживаем сюда с 15 дня и она целиком и полностью начинает пить воду именно из нипелей. До 15 дня мы пропаиваем птицу в банках всего птенца. Для чего? Для удобства того, чтобы добавлять можно было необходимые туда витамины и тому подобное. Все те вещи, которые нужно до 15 дня употребить птенцу. Основная, наверное, наша проблема в том, что у нас нету тут своей воды. Своя вода есть, но она очень низкого качества. Она плохая. Во-первых, много извести там и т.д. и т.п. Вот поэтому мы договорились с водоканалом. Нам привозят свою воду. Вот сюда мы закачиваем воду. Водоканал нам привозит воду. Вот и на два кубовика у нас идут две магистрали. Она вот. Вот тут написано второй кубовик и написано первый кубовик. Все. Тут она отстегивается, насос вкладывается в нее и перегоняется все наверх. Вода хорошая, китивая. Воду мы не кипятим. Поэтому кто-то кипятит и говорит, нужно кипятить. Кто-то не кипятит. Я говорю так, как делимся опытом мы. Поэтому просим, камнями не закидывайте, пожалуйста, меня своими комментариями. А просто я делюсь тем опытом, который сегодня есть у меня. Воду они выпивают уже в большом возрасте, как сегодня. Они уже пьют, то есть на 45-й день птица пьет уже. Если партия на 2000 птенца, то они за 6-7 дней выпивают, в принципе, 5 тонн воды. Вот. То есть 5000 литров воды. Самое важное то, чтобы у каждой птицы был спокойный доступ к воде. То есть поэтому в клетке у меня непосредственно находятся две паилочки и это максимум на 8 птиц. Устроена эта конструкция, схема так. В 15-й день, когда мы пьем птенца, непосредственно сама линия паения, она находится у нас приблизительно где-то вот на таком уровне. Для чего? Для того, чтобы птенец мог натягиваться. Птица со временем, как она подрастает за счет пластиковых комутов, которые у нас лисят вдоль всего, мы постепенно-постепенно поднимаем. Для того, чтобы птица могла непосредственно к непелечку тянуться. Потому что, когда она тянется, это ей хорошо и полезно. И чтобы она не нагибалась, не делала лишних движений. Вот. Птице должно быть комфортно во всем, чтобы к ней был достаточно доступ к корму, чтобы у нее был спокойный подход к воде, чтобы она могла спокойно принимать пищу, так сказать, и пить воду, которая необходима ей. Вот. Ну и, наверное, из таких вот моментов, что вся система полностью была придумана, ну, именно как подавалась вода сюда, мною. Почему? Потому что размышляли, вода плохая, грязная, как это все. Вот. Непосредственно, когда пропаивается, идет уже после 15-го дня, если какие-то лекарства надо, то мы непосредственно в кубовики уже добавляем те пропорции, которые нужны. Вот. И после каждой партии, соответственно, кубовики мы моем, дезинфицируем, полностью промываем, чтобы те лекарства, которые оставались там или попадали туда, чтобы они потом в дальнейшем... Потому что когда-то один раз летом мы пострадали от этого, мы не выкистили ее непосредственно кубовик сам в сведении, и получилось, в общем, вода зацвела, и птичка наша немножечко приболела. Вот. Поэтому на это тоже нужно обращать внимание. Так, по поводу кипячения я говорил, по поводу витамин туда я говорил. Воду мы не подогреваем, так как привозят нам воду холодную. Сейчас зима, ну, начинается, сейчас последний месяц осени, начинается зима, но так как в помещении сейчас здесь у нас 19-20 градусов, сверху температура, соответственно, еще выше. То есть кубовик непосредственно сам нагревается, и вода... Поэтому, друзья, просим вас, поддержите нас своими комментариями, поддержите нас своими лайками, подписывайтесь на наш канал. В процессе задавайте вопросы, какие вас интересуют по системе паения, и мы будем делиться с вами той информацией, которая у нас есть. А сейчас хорошего вам дня, еще раз спасибо, что заходите, заглядывайте. Всего хорошего вам, друзья, до новых встреч!